Вечер понедельника, самое время, мне кажется, переключиться на светскую хронику. Оскар 2020, победители уже наобнимались со статуэтками, а мы решили приобщиться и хотя бы обсудить победителей, и что снимают у нас. В общем, обо всем об этом прекрасном и о кино. Мы сейчас поговорим в студии 1 с кинокритиком журнал «Сеанс», в том числе. Никита Смирнов у нас в гостях. Никита, я сегодня так пробежалась по заголовкам оскаровским, да, и на эту тему. Все пишут о революции. То есть, вы как кинокритик? Присоединился я к революции. Да, вы присоединяетесь к этой версии событий. Мне фильм «Паразиты» не то чтобы очень понравился, хотя, конечно, из-за впечатлений этого года он, очевидно, один из наиболее ярких. Но революция, конечно, связана с тем, что, во-первых, он взял впервые в истории статуэтки в четырех категориях. Лучшая картина, лучшая режиссура, лучший сценарий, оригинальный сценарий. И, собственно, лучший фильм, то, что раньше называлось на иностранном языке, теперь впервые в этом году стали называть это «Интернашнл филм», то есть международный фильм. Прежде такого никогда не было. В том числе, прежде и не награждали южнокорейское кино, которое, на самом деле, в Голливуде все давно уже любят. То есть вот революционность заключается в том, что академики, да, киноакадемики американские впервые отдали вот эту главную статуэтку иностранному фильму. Фильм, где говорят, да, не на английском языке. Разумеется, несколько лет назад побеждал артист французское кино, но артист все-таки имитировал немой кинематограф, поэтому не совсем был фильмом на другом языке. Ну да. Ну, революция — это всегда некая перемена такая, да, какая-то серьезная, со сломом. В данном случае тогда в чем суть революции заключается? Ну, в данном случае... В истории кинематографа развития. Признание, что кинематограф существует действительно не только в Голливуде и не только в категории вот этих фильмов на иностранном языке. На самом деле, фильмы, снятые на иностранном языке, раньше попадали вот в эту номинацию «Лучший фильм». В том году были высокие шансы, что эту статуэтку заберет фильм «Рома», снятый мексиканским режиссером Альфонсо Куароном, соответственно, на испанском языке, но он в итоге не получил. То есть в том году еще революция только вот так потихонечку назревала, видимо. Соответственно, поскольку сейчас без конца киноакадемия, ее представители со сцены говорят о необходимости diversity, то есть необходимости расового многообразия, культурного многообразия, победа такого фильма во всех основных категориях, где он был номинирован. Это, конечно, важное историческое событие. Многим может показаться, что это такой жест, может быть такой революционный жест? В данном случае как раз нет, потому что фильм получил вот эти награды скорее помимо прогнозов, потому что он шел в разных прогнозах и букмекеров, и экспертов, просто там, киножурналистов на таком уверенном втором месте, что в случае с наградой за режиссуру, что в случае с главной наградой. Но на первом был 1917 Сэма Мендеса. И, собственно, это произошло в каком-то смысле неожиданно. Это действительно в данном случае отражение такого вот скорее зрительского интереса к фильму, потому что я перед церемонией заходил на сайт New York Times, где каждый год проводится опрос читателей, то есть любой человек может зайти и проголосовать. Соответственно, там довольно большая выборка, порядка 30 тысяч проголосовавших, и я обнаружил, что именно там, вопреки всем коэффициентам, как раз везде практически побеждали паразиты. То есть это действительно зрительское кино. То есть и в этот раз вот зрительская, условно, премия, да, стала, в общем... Да, то есть мнение коллег по цеху совпало с мнением... Что за чудо-кино такое? Вы смотрели «Паразитов»? Да, разумеется. Ну, это кино, которое, во-первых, для начала победило на Каннском фестивале, получило там золотую пальму. Да-да-да, у них была победа. Ветвь, да. Соответственно, оно уже довольно-таки декорированным наградами подошло к американскому прокату. И потом уже очаровало зрителей. Ну, что это за кино? Это как остросоциальная грамма, получается. Это, на самом деле, такой довольно многожанровый слепок, потому что южнокорейское кино, вообще нужно понимать, оно интенсионно несколько иное, нежели вот американский фильм, где часто жанр зафиксирован. В южнокорейском кино есть довольно свой обычный юмор, который часто нам кажется таким взахлёст. Там вот по щелчку могут происходить перемены интонационные, там могут происходить какие-то смешения жанровых конструкций. И Пон Джунхо, в том числе режиссёр этого фильма, раньше уже с этим экспериментировал в своих предыдущих фильмах. Вот. Поэтому «Паразиты» — это, с одной стороны, такой вот и триллер, и оммаж, наверное, Хичкоку и вообще таким вот классическим фильмам с саспенсом, с зрительским напряжением 50-х, 60-х. И в то же время это действительно социальное высказывание и как бы притча. Остросоциальная хорошая история, получается. Ну, она остросоциальная постольку-поскольку, потому что там нет всё-таки каких-то прямо конкретных обстоятельств, обстоятельств, в которых существуют герои, это в сущности очень старый сюжет про богатых и бедных, в котором, в общем, всё в течение фильма несколько переворачивается. Но, видимо, этот сюжет сейчас тоже очень актуальный, потому что Джокер тот же, да, и где, ну, не главный приз. Обиженный, угнетённый. Всё-таки, да, но всё-таки актёры лучше. Да, но Пон Джунхо как раз не останавливается на просто чувстве какого-то, ну, на каком-то чувстве. То есть и не тема победила всё-таки? А? И не тема победила. Нет, ни в коем случае победил. В данном случае именно вот какой-то такой зрительский, мне кажется, интерес и признание, что это действительно очень ловко сделанное мастерское кино. Ага, так, давайте немножечко сбавим градус такой экспертного такого обсуждения киноведческого. Вы смотрели саму церемонию? Да. Что вам запомнилось? О, что мне запомнилось? Ну, замечательно, конечно, вышли в нарядах котов, там, по-моему, было Джеймс Корден и вот не помню, кто ещё. Собственно, это такая отсылка к скандалу, который произошёл в Голливуде. Фильм «Кошки», крупнобюджетный фильм, где очень плохо придумали спецэффекты для, собственно, актёров, загримированных в котов. И хотя в итоге, к моменту выхода, фильм переделали, чтобы это всё не выглядело так потусторонне и странно, он провалился с треском. Вот такая поучительная история. Они, в общем, обыграли немножко этот сюжет, когда вручали премию за лучшие спецэффекты, буквально сказав, значит, они вышли в таких тучных, волосатых костюмах, вот, неповоротливые, и сказали, что, мол, нам-то, исполнителям ролей в этом фильме, как не знать, что хорошие спецэффекты важны. Жаль, что далеко не все могут сейчас показать то, о чём вы говорите, но это как раз тоже особые правила видеоматериалов после трансляции. На самом деле, нас, во-первых, нужно сказать, что уже второй год подряд не было ведущих у церемонии. Да, не было. Вначале вышли с небольшим таким словом, растянутым минут на 10, два комика Стив Мартин и Крис Рок, которые оба в разное время вели церемонию, и пошутили, что спасибо, что пригласили нас не вести эту премию. Вот, потом уже всё происходило как бы... Ну, то есть сама вот это вот массовосприятие, да, главная кинопремия, она меняется, она действительно так как бы пытается революционировать, и становится... Она пытается сохранить вот это всё-таки, конечно же, ощущение престижа и, соответственно, истеблишмента, то есть такого высшего общества, который, разумеется, всегда присутствовал, потому что все хотят посмотреть на вот этот голливудский лоск, на огромное количество... На Брэда Питта со статуэткой, наконец-то. Да, на Брэда Питта и Ди Каприо, которые сидят буквально через кресло друг от друга, за ними сидит Квентин Тарантино, рядом Мартин Скорсезе и так далее. Можно играть такую вот змейку по именам. Кстати, за Брэда Питта порадовались. Понятно, что на них приятно смотреть, да, и этим пользуются, и не все потом... Да, он очень изящно получил статуэтку в таком полёте, выхватил её из рук у человека, который объявлял номинацию, произнёс довольно хорошую речь, вспомнил примерно половину своих ролей, как он начинал, как его впервые допустили вообще до каких-то... То есть он высказался, так высказался? Основательно. Брэду Питту там, видимо, вот этот временной регламент не писан, поэтому он там занял времени. Кстати, вот о спецэффектах. 1917 год получил статуэтку как раз за это, да? Ну да. Вы могли бы, может быть, тоже как кинокритик и киновед объяснить? Вот здесь, например. Почему вообще не все обращают внимание на эту позицию, но сейчас же кино тоже очень сильно развивается в сторону как раз такой визуализации, созданной уже после съёмок. Я думаю, что здесь это связано, может быть, с тем... А вроде бы картина военная. Да, очень часто просто спецэффекты — это такая номинация, куда запихивают скопом все вот кинокомиксы, фантастические блокбастеры и вообще разного рода фильмы-катастрофы, в которых всё очень красиво, масштабно и эффектно нарисовано. Но в данном случае я думаю, что победил фильм, в котором как бы спецэффекты являются неотъемлемой частью его замысла, потому что 1917 — это фильм, снятый якобы одним кадром, то есть якобы одной непрерывной съёмкой. И мы следим за героями от начала до конца фильма. Естественно, без спецэффектов это было бы невозможно сделать. Поэтому здесь как бы это сопряжено всё-таки именно с замыслом, и поэтому победил вот этот, я думаю, фильм. Вы все фильмы посмотрели? Именно фильмы? Все фильмы, я думаю, никто не смотрит. Поэтому потом все злятся на результаты «Оскара», потому что, кажется, киноакадемики не посмотрели вот этот. Начинают их критиковать. Вот, да, да, да. Нет, все не посмотрел. Что вам лично всё-таки понравилось из того, что вы посмотрели? Мне понравился фильм, который, как я узнал от букмекеров, не имел никаких шансов. Это «Ирландец» Мартина Скорсезе. Его очень много ругали за затянутость. Три с половиной часа, там даже, по-моему, по четырём. Не каждый выдержит. Не каждый выдержит. Мне показалось это странным, потому что все сегодня смотрели с 4 утра до 8 утра четырёхчасовую церемонию «Оскара», но фильм «Ирландец» посмотреть почему-то сложно. Я не согласен. Вот, мне кажется, это большое кино, и я вначале, пока не узнал, что думают букмекеры, думал, что как раз он имеет какие-то шансы. Почему? Потому что награды присуждают, по сути, коллеги. То есть люди, которые в первую очередь понимают, как делается кино, какой это труд. Снять трёх с половиной часовой фильм, будучи 75-80-летним человеком, с огромным количеством динамичной съёмки, ночной съёмки, дневной съёмки. Мне кажется, это настоящий подвиг. Но вас только этим впечатлил фильм? Нет, это я как бы подвожу скорее объяснение, почему он был. Вы имеете в виду, что всё-таки кино – серьёзный труд, и киноакадемики это понимают. Да, но мне кажется, это такая, конечно, лебединая песня вот этого гангстерского кино, некое подведение итогов, при этом не с позиции «всё, я сдаюсь и откатываюсь», а с позиции «старики-разбойники», такие, в общем, которые снова идут в бой, и у них получается. Это очень интересный разговор. Мне кажется, что такого кино ещё не было, вот о старении именно, о вот этом увядании. И, конечно, весь этот трёх с половиной часовой фильм – это на самом деле сплошная метафора, собственно, кинокарьеры. И режиссёрской, и актёрской. Потому что мы видим людей на пороге уже. То есть вам этот фильм понравился уже как киноведу и специалисту, человек, который видит кино на другом? Это интересный способ, какое-то автобиографическое личное чувство завернуть во вроде бы жанровую конструкцию. Вроде бы это гангстеры, а на самом деле это, в общем, немножко мы, говорит Скорсезе. Так мы подробнее Никиту расспросим о букмекерской стороне вручения «Оскара» и шансах российского, и кино, которое снимается в Венградской области, но после небольшого перерыва. А почему бы нам не приобщиться к теме победителей «Оскара-2020» и не обсудить бы их всех в студии «Один» с кинокритиком журнала «Сеансы» Никитой Смирновым? Подумали мы сегодня и, собственно, обсуждаем. Никита, вы рассказывали, вы несколько раз уже говорили о букмекерских ставках, на которых вы, на которые как кинокритик и профессионал в этой области обращаете внимание. Что за сторона вопроса такая с красивой церемонией? Всегда можно немножко проиграть денег. Мы сейчас никого не призываем. Да, да. Я на самом деле посмотрел и сразу забыл. Но делают ставки на победителей, вот как в футболе. Собственно, конечно, конечно. Много ли можно выиграть? Ой, этого я вам не скажу. Ну, наверное, зависит от коэффициентов. Разумеется, не так много, как в случае, если, не знаю, Россия встречается с Андоррой, и Андорра побеждает. Но здесь все-таки фильмы идут более-менее ноздря в ноздрю, а аутсайдеры сразу понятны, поэтому на чудо обычно не приходится рассчитывать, мне кажется. Но просчитать победу легче. Ну вот если поставить было бы сегодня на паразитов, то можно было бы заработать денег, я думаю, потому что все ставили на 1917. Ага, ну то есть не так, конечно, обогатиться, как Мартин Скорсезе, но в общем, можно было бы что-то сделать, что-нибудь хорошее. Скажите, пожалуйста, все очень обсуждали еще Джокера. Вот я, например, вообще очень за этот фильм была. Почему он взял только собственно... Ну, в общем, статуэтку дали только Хоакину за его прекрасную игру актерскую и все. Хотя фильм ведь тоже такой ну, остросоциальный, темы расслоения общества, богаты, беды и так далее, бедные и так далее, но вот все-таки паразитов победили. Ну, здесь с одной стороны происходит такое продолжение тенденции прошлого года, когда «Черную пантеру», другой кинокомикс, номинировали на лучшую картину. Соответственно, Киноакадемия стала вроде бы худо-бедно признавать кинокомиксы как возможность действительно какого-то высказывания. Но все-таки надо сказать, что были довольно серьезные соперники по категории, о которых мы уже как раз сказали. А во-вторых, именно в США фильм вызвал довольно неоднозначную реакцию, то есть он, несомненно, стал хитом проката и так далее. Но было довольно много критики в той связи, что не является ли этот фильм такой попыткой немножко эксплуатировать людей с диагнозами, с какими-то психическими расстройствами на потеху какого-то такого большого киносюжета. Ну, мне лично, как зрителю здесь, мое мнение, это так не показалось. Мне как раз, наоборот, понравилось, как Феникс показал эту проблему, да, и жизнь в этих обстоятельствах. Но вот если сейчас вас попросить как эксперта, да, сделать такой, может быть, очень-очень экспресс и микро, но разбор его исполнения, этой роли, ему дали статуэтку, да, господа академики, за лучшую мужскую роль. Почему? Ну, во-первых, потому что Хоакину Фениксу пора. Ему... Так, это не аргумент. Нет, это действительно аргумент, потому что многие действительно нарабатывают. Я имею в виду с профессиональной точки зрения. Нет, почему? Мы все помним, как долго Леонардо Ди Каприо хотели наградить. Ну, обычно, когда Ди Каприо или Брэд Питт берут статуэтку, все так говорят, ну, слава богу, ну, молодец. Нет, но Брэд Питт первый раз взял тоже статуэтку, вот, поэтому... Как актер, да. Да, нет, Нет, просто у Хоакина Феникса действительно есть довольно большое количество ролей таких перевоплощений. У него есть некоторое количество ролей, за которым он был номинирован на статуэтку, поэтому уже как бы было пора. И всем понятно, что это такое классическое американское исполнение, когда человек себя истязал, человек себя готовил, человек изучал, соответственно, людей, видимо, с какими-то психическими расстройствами и так далее. И все это вот вместе, конечно, нельзя было не отметить. Тем более, что мужская именно в этом году категория была не самая сильная. Так, ну еще хоть какой-нибудь аргумент, если, опять же, вас как профессионала попросите оценить. Ну, вот что он сделал блестяще? Ну, мне кажется, блестяще здесь это то, что его роль это такая, в общем, точка, где встречаются сразу несколько совершенно разных задач. С одной стороны, он все-таки играет знаменитого, такого уже легендарного кинозлодея. Пускай даже это другая история, но все равно этот след во взглядах, в его улыбках должен прослеживаться. Во-вторых, он должен учитывать определенную уже историю экранизации Бэтмена, где был и Николсон в этой роли, и Хит Леджер. Соответственно, он должен как бы перевнести что-то новое в этот образ, а образ, в отличие от лица Джокера, не резиновый. Вот. С другой стороны, как бы он все-таки немножко там дает такой оммаж Хиту Леджеру, который, естественно, рано ушел из жизни и стал такой, тоже, в общем, легендой. Вот этот сплав, который он смог соединить в этой игре, он действительно достойный. Да. То есть, с одной стороны, какая-то вроде бы психологическая такая проработка, а с другой стороны, мы все-таки делаем комикс, и он должен быть таким вот жирным, ярким персонажем. Совершенно другой жанр сейчас кино, которое я хочу с вами обсудить, но эмоциональный сплав, который вызывала даже номинация в шорт-листе Кантемира Полагова фильм «Дылда», российский фильм, он был, может быть, даже такой же сильный. То есть, у нас все обсуждали ура-ура, российский фильм Кантемира Полагова, он был в шорт-листе «Дылда». Вы смотрели? Да, конечно. Не прошел дальше в номинацию. Не прошел. Могли бы прокомментировать. Хотя фильм действительно же такой, он сделан тоже вроде бы на уровне. Дело в том, что главная, наверное, задача фильма, который попадает в эту категорию иностранного кино, это стать мейнстримом. Вот где-то на пути к, собственно, вручению статуэток, вот в это окно проката в США, он должен стать событием, он должен стать мейнстримом. «Дылда» все-таки никак не могла бы, наверное, стать мейнстримом. В этом фильме есть разговор довольно важный о травме войны, но это, во-первых, очень национальный разговор. Это действительно все-таки в первую очередь кино про Россию, российское общество. И оно, конечно, не потакает западному зрителю, который чувствует себя немножечко вот так в открытой воде, он не понимает, куда ему в этом фильме плыть. Я видел как-то обсуждение фильма «Дылда» на американском сайте, именно видео обсуждение. Какое там? Это было очень смешно, потому что они, значит, ведущие говорили без конца слова, что это powerful, что это masterpiece, что это, собственно, мощное шедевральное кино, но уровень обсуждения был для нас, даже для неподготовленного российского зрителя, который все-таки понимает про войну, про блокаду, про какую-то литературную традицию вокруг этого сюжета, очень низкий. То есть они без конца говорили, знаете, это очень красивое кино. Нет, там люди, конечно, друг друга мучают, весь фильм, но очень красиво мучают. Красиво мучает, но этого не досталось. Поэтому, к сожалению, да, фильм не попал вот в эту возможность стать таким. Но это, опять же, не какая-то история про тенденциозность, да? Заговор против России, нет, я думаю, нет. Просто про кино. Ни в коем случае. Следите ли вы за тем, что снимают сейчас в Ленинградской области? Может быть, у нас будут еще шансы? Герман взялся за тему защитников Ленинградского неба во время блокады. Опять блокадная тема. Да, ну, блокадная тема, конечно. Ну, сейчас снимается много кино, которое обращено, взгляд обращен назад. И я думаю, что этого есть две равнозначных подоплеки. Во-первых, потому что кино все-таки не так давно освободилось от каких-то цензурных оков советского времени. В постсоветское время очень сложно было заниматься историческим материалом из-за постоянного кризиса финансирования. Сейчас настали чуть более благоприятные времена. И уже с позиции нового времени мы можем возвращаться вот к этим сюжетам, которые, несомненно, недорассказаны. С другой стороны, современное кино российское по разным и понятным, я думаю, причинам. Боится современности, боится этого разговора. И у зрителя уже тоже собрался такое определенное ожидание, что он готов скорее ходить на ретро. Но тот же Герман, если, видимо, берется за тему блокады, он же, наверное, понимает, что здесь нет оскаровских амбиций тогда, ведь он понимает эти реалии. Так получается? У нас никто и не стремится его сейчас взять? К сожалению, я не знаю. Я думаю, что очень глупо сейчас снимать в России кино именно с надеждой на оскаровские какие-то притязания, потому что это очень долгий такой путь. Скорее, это должно быть как раз кино не про Россию как таковую, а скорее какой-то очень ловкий жанровый фильм, как, например, «Паразиты». Тогда он мог бы действительно на этом коне въехать. Всем, кто сейчас мечтает об Оскаре, Никита Смирнов дал небольшую подсказку, мы на этом должны сказать вам огромное спасибо за беседу. На этом, к сожалению, все, время эфирное вышло. Итоги премии Оскар мы обсудили с кинокритиком Никитой Смирновым. Меня зовут Анна Рудикова, завтра встречайте в этой студии не меня, моего коллегу Алексея Меньшова, ну, а мы увидимся позже. Пока. Редактор субтитров А.Семкин